Новые законы, новые кодексы – это всё, конечно, хорошо, но с нововведениями появилось также много вопросов. Как, например, проблема, с которой столкнулась мать десятерых детей. Она не может получить детское пособие из-за отсутствия прописки, а местные власти игнорируют проблемы многодетной матери. Я прописана в Адбаши, и для того, чтобы систематически получать пособие, необходимо каждый год предоставлять необходимую справку по месту прописки. У меня не всегда получается туда съездить по разным причинам. Элементарно, чтобы съездить туда, тоже нужны деньги. И поэтому в таких случаях мне отказывают от получения пособий. А у меня десять детей, сама не работаю, и муж официально безработный, и нам приходится очень трудно. У матери, ухаживающей за особенным ребёнком, другие проблемы. По её словам, проверяющие соцорганы предвзято относятся к бытовым условиям проживания семьи. Если в доме есть все условия, то пособие урезается. А если матери не оказалось рядом с ребёнком, то и вовсе лишают зарплаты. К слову, проверки проводят без предупреждения. Я понимаю, это их работа, мониторинг проводят, как говорят. Но приходить без всяких предупреждений, без всяких звонков как-то. Приходить и обсматривать все комнаты, смотреть в холодильник, да, вот твой ребёнок в каком состоянии. Мы тоже родители, мы тоже люди. Бывает тоже выйдешь. И как бы я как-то уже слышала, и вообще говорят, что три предупреждения, если после трёх несоответственно, как бы лишают. Мне кажется, это тоже неправильно. В общем, на выездном заседании парламентского комитета по социальным вопросам задавалось вопросов много. И лишь на единицы были получены ответы. Мы это всё документируем, мы хотим внести изменения в закон о госпособиях в ближайшем будущем, чтобы облегчить людям. Вообще, всё должно быть очень легко. Вот человек, он в трудной жизненной ситуации, он должен получить эти пособия. И все эти документы, проверки, этим должны заниматься сами чиновники, сами соцработники. А человек должен получить эти деньги и выбраться вот из своего положения. Рабочая группа также посетила детский дом семейного типа, республиканскую детскую психиатрическую больницу, молодёжный дом для девочек-сирот. Депутаты при обходе делали себе пометки, чтобы устранить ошибки уже на заседании профильного комитета. Бегаим Бегалиева, Джолболду Байсаев, Новость Ошперим.